Всем привет-привет, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы начинаем играть в новую игру Кэш-Инк Корпорация Наличных. Когда-нибудь я стану богатым? Почему хмурьтесь, босс? А, сегодняшние новости? Да, это точно что-то случилось. Магазин комиксов открыть бесплатно. Не переживайте, когда-нибудь и мы так будем сначала откроем бизнес. Итак, Мистер Кис, давай откроем свой бизнес в магазин комиксов. Мы находимся на первом уровне. Нажмите, чтобы открыть компанию и заработаем. Итак, это обычная игра кликера, ребята. Итак, нажимаем на кнопочку, открыть и еще раз открыть. И так как это кликер, игра кликер, мы постоянно будем что-нибудь нажимать. Покупайте компанию для улучшения дохода. То есть, в составе этого магазина комиксов мы его можем прокачивать. Соответственно, все, что зеленое, мы нажимаем, прокачиваем магазин, нажимаем на кнопочку открыть. Тем самым мы зарабатываем определенное количество монеток, баксик. Ну, понятно. Итак, Мистер Кис, давай нажимай, нажимай. Я думаю, что чуть позже мы можем нанять какого-нибудь менеджера, или как здесь он называется, я не знаю. И мы как бы будем кликать на этот первый магазин наших комиксов. Итак, пока нажимаем открыть и прокачиваем, соответственно, наш магазин на определенное количество баксиков. То есть, в данном случае, там 7,8 доллара мы можем прокачать. Кстати, мы уже можем купить магазин СМИ, средства массовых информаций. Так, давай, купим, отлично. И будем, соответственно, заниматься двумя компаниями. Это магазином комиксов и СМИ. Ну, СМИ, это средства массовой информации, туда очень многое что входит, и телевидение, и радио, и реклама. Ой, реклама, обычное радио, да, и сейчас это, соответственно, все, что связано с интернетом. Все социальные сети и все, что связано именно с интернетом. То есть, сейчас это уже целая, как бы, отрасль, куда можно вкладывать деньги. Итак, у нас есть возможность купить суши бар. Болят пальцы? Найдите партнеров на помощь. Во. Это, то есть, здесь называется партнеры, а не менеджеры. То есть, мы за 1000 баксов можем купить себе вид партнеров, которые помогут нам, когда мы далеко. Отлично. Нажимаем, купим для магазина комиксов, давайте зарабатывать с ними в обмен на разные преимущества. Хорошо. Ну, отлично. Итак, мистер Кис, давай, закрывай этот бип-раздел и посмотрим, как работает наш новый партнер. Ну, пускай будет партнер, я буду его называть менеджером управляющим. Смотри, вот он за нас кликает, а мы принимаем решение увеличить доход нашего магазина комиксов или нет. То есть, мы уже не нажимаем на вот этот знак доллара, где написано открыть. Нет, сейчас мы ничего не можем увеличить, но мы можем купить уже суши-бар. Как ты думаешь, пора нам покупать суши-бар или нет, или мы займемся средствами массовой информации? Ну, давай сейчас купим, подожди. Ну, давай чуть попозже. Чуть-чуть. Давай, давай купим. Вот я купил. Что ждать, давай покупаем суши-бар и мы будем нажимать открыть и прокачивать, прокачивать по возможности все наши как бы бизнесы. Так, у нас есть магазин комиксов, есть СМИ и есть суши-бар. То есть, у нас и есть у нас один партнер, менеджер, вау, достижение ваш доход вырастет несколько раз. Так, мы что-то, а, мы увеличили в два раза нашу прибыль. Прекрасно. По-моему, да. Прекрасно. Вот такая вот интересная игрушка. Сейчас в нее очень многие играют. Да, эта игра не только вышла, конечно, она давно уже вышла. Относительно давно. Так, получаем достижение и бонусы. Темп прибыли магазины комиксов увеличен в два раза. А, ну, понятно. Это наше достижение. Таблица, там, бонусы, все такое. Покупайте больше таких компаний и получайте бизнес-достижения. Ну, покупайте компанию, это значит, ну, вкладывайтесь в этот бизнес. Не знаю, мне кажется, что немножко неправильный перевод. Тут никаких компаний не надо покупать. Мы и так уже купили магазин комиксов. И мы его просто, как бы, вкладываем в него деньги и, соответственно, с каждым должным долларом мы получаем больше прибыли. И, соответственно, наличных. И вся сумма вот этих денег, которые мы зарабатываем во всех наших маленьких компаниях. Это, вот, допустим, в магазине комиксов, СМИ и суши-бар. Они все вместе складываются, суммируются и мы можем купить более дорогую компанию, которая будет больше нам приносить денег. Интересно, что будет дальше, когда мы поднимемся на самый верх этого небоскреба. Я не знаю, какая у него, сколько здесь этажей. Этажей 10. Так, давай-ка очень часто нам приходится нажимать на кнопочку проапгрейдить наш вид бизнеса. Я имею в виду там, где монетки. Может быть, нажмем, это проапгрейдивает до уровня 10, ну, как минимум, на каждый десятый уровень. Нет, сейчас ничего не доступно. Я не знаю, почему нам менюшка показывает, что что-то доступно. Пока ничего не доступно. Так, а какой у нас следующий бизнес, интересно? Да посмотрим. Ты не хочешь посмотреть, что там выше? Подожди, подожди, я сейчас встаню. Так, мы опять увеличили доход. Ого. Ого. Слушай, это, это, это что такое как-то быстро стало? Сейчас получается 500, 500 долларов в секунду нам приносит магазин комиксов. А вот СМИ приносит 1800, по-моему, за 5 секунд. А вот сейчас я все увеличил до 10. СМИ приносит нам почти 5000 за 5 секунд. А, нет, СМИ приносит нам за 2, за 2, по-моему, или 3 секунды. Вот как. Я неправильно сказал. Отлично. А, нет. А, нет. Давайте узнаем менеджера СМИ. Да Винчи или Да Винчи, по-моему, и Да Винчи. Так. Ну не знаю, пускай будет Да Винчи, как написано в этой игре. Менеджера СМИ. Я все думал, что называется Да Винчи. Но не важно. Это какая-то галерея, скорее всего, художественная, где люди приходят и покупают картины. Понятно. Так. Она стоит 159 тысяч, чуть больше. Так. Я думаю, что пока будем копить деньги на эту галерею, на эту студию Да Винчи. Так, апгрейдим наши бизнесы, суши-бар, СМИ и, соответственно, магазин комиксов. То есть, мы магазин комиксов уже прокачали до 105 уровня. Ага. То есть, это почти треть. Треть от того, что мы можем прокачать. То есть, максимум, значит, где-то будет 150 уровень, что ли? Ну, наверное. Ну, примерно 150. Так, суши-бар. А, ты уже в СМИ нанял нового человечка? Да, уже там в докладе. Успел сделать. А, я смотрю, ты уже и прокачиваешь от 10 уровней. Да. Понятно. Только надо про Довинчи рассказывать. Немножко как бы медленнее идет, но зато мы не так часто нажимаем открыть, прокачать. Ага, я понял, что да. Ну, хорошо. Пускай будет так. Суши-бар. Открыть, открыть. Давай на нем, да. Давай на нем менеджера, который занимается автосбором. Суши-бар. Отлично. Итак, у нас три партнера. Я их называю менеджерами, но в этой игре их называют вип-партнерами. Которые помогают нам собирать монетки доход. Доход. Но потратить именно какое-то количество денег, баксов, на развитие бизнеса отдельного, принимаем именно мы решение. Менеджер только собирает деньги. То есть он, грубо говоря, что-то продает и получает наличные от наших клиентов. Итак, студия DaVinci 159 мы можем купить. Отлично. Отлично. За эти кристаллы продаются не то, что за деньги. Ускорители, например. Ну, понятно, это мы посмотрим в следующий раз. Мы разберемся за кадром, какие ускорители прыжок во времени на один день. И, соответственно, босс-молокосос. Можно купить эти кристаллы. Великолепно. Да, интересно, конечно. Интересно. Итак, занимаемся нашей студией, прокачиваем ее, нажимаем открыть. И нам надо, наверное, дождаться до того момента, когда мы сможем нанять вип-партнера, менеджера, как я говорю. И, соответственно, на этом мы закончим сегодняшний обзор игры Cash Inc. Это корпорация наличных. Именно так я, скорее всего, переведу название этой игры. Cash Inc. Это наличные. Или компания наличных. Это, по-моему, название, сокращенное корпорацией какой-то. Наверное. Какой-то компанией. Ну, пускай будет компания. Компания наличных. Итак. Итак. Давай, открывай. Мистеркис, ты в нашей студии DaVinci нажми на открыть. Ага. Отлично. Она нам должна приносить прибыль. Соответственно. Ого. Чтобы прокачать до 10 уровней, нужно 540 тысяч в студию. Вот это да. Нет. Ну, соответственно, она ей будет и дохода приносить больше. Это понятное дело. Да. Кликеры очень такие, как бы, они очень сильно затягивают в игру. В начинающей уроке не сложно там. Ну, в принципе, это все не сложно. Но на это уходит очень-очень много времени. И, ну, и что самое интересное, что от этой игры там, неважно какого кликера, ты всегда можешь отречься. То есть, допустим, ты в школе находишься. Да. Закончился урок, ты поиграл в этот кликер, в кэш-инк, допустим. Начался урок, и когда он закончился, ты смотришь, что ты разбогател на большое количество денег. Ага. Да. Вот это мне очень нравится. И что она очень простая, в нее может любой человек играть, неважно там. Потому что ребенок, допустим, 5 лет и старше. Такие, как и мы с тобой, мистер Кис. Я вот, допустим, очень старше. Намного старше наших ребят-подписчиков. Я тоже играю иногда в эту игру. Мне очень она нравится. Некуя. Да. Итак, мы уже прокачали один раз до 10 уровня нашу студию Da Vinci. Потратили полмиллиона 540 859 долларов. Смотри, как быстро уже стали монетки к нам приходить. До этого мы никак не могли на первую студию накопить, на студию СМИ. А сейчас уже там каждую секунду нам капает несколько десятков тысяч долларов. Итак. Что это такое Кис Коп? Это что такое? Миллион восемьсот девятнадцать. Вот это да. Ничего себе. Дорогая. Дорогой бизнес, я хотел сказать. Очень дорогой. Итак. Давай, давай. Я нанял. Кстати, вот как раз мы и наняли нашего бип-партнера. Да. Нашу студию Da Vinci. Я думаю, что на сегодня это все. Мы закончим сейчас обзор этой игры. Игры Cash Inc. Ну что, мистер Кис, давай попрощаемся с нашими ребятами, с нашими подписчиками. Давай, давай. А все, кто не подписан, срочно нажимайте. Подписывайся. Подписаться. Ребята, всем пока. До скорых встреч. До скорых встреч. Не забывайте ставить лайки, мистеру Кису. Всем пока-пока. Пока-пока, ребята. Увидимся. Мяу. ПОКАЧИТ ПОКАЧИТ Продолжение следует...